На примере итоги брида, это у меня фестеривал, такой хороший корень, хочу рассказать вам, как сохранить побольше почек. Вот смотрите, бывает, что вот так вот, на поверхности, на стволах, вот это стволы, то есть вот смотрите, вот это стволы, а вот это уже корень идет, вот здесь он заканчивается, то есть тут тоже все почки практически на стволах. Но у итоги брида у них могут быть как на стволах, так и на корнях, ну то есть почки, вот например, вот здесь вот на корнях уже образовалась почка. И, конечно же, по идее мы должны сажать вот так, то есть закопать корень вниз, а это все на поверхности. И эти почки, конечно же, у нас вымерзнут, то есть они погибли, но когда первый год, когда вы только сажаете пионы, вам хочется сохранить почки, потому что, конечно же, если будет больше почек, будет больше роста, то вы можете прийти к такой хитрости небольшой. Вы будете сажать пион не вот так, чтобы вот это было наружу, а полулежа, то есть закопаете эти веточки, закопаете в землю, то есть он у вас уйдет весь землю, и тогда эти почки сохранятся. Это я говорю про итоги брида, и тогда они у вас тоже вырастут в следующем году и будут цвести. А потом пион выровняется, он все равно станет прямо и образует новые уже степли, которые вы уже не будете закапать, потому что у вас будет много образовываться почек и на корнях тоже.